здорово играть я продолжаю выживать в зоне с модом и на c7 так должен быть готов мой огнемет сейчас пойдем усили разоберем больше чаще аккумулятор не надо мне заряжать у меня теперь их три штуки воду я набрал оружие починил принципе можно сейчас у сидора боеприпасов взять ну 9 на 18 чуть-чуть пополнить да там что на русалке хабар принес какой хабара давай огнемет все работы нет нет работы так 5 тысяч денег неплохо хороший товар так батарейки не нужны у меня их он 10 штук все патронов я специально немного взял с собой потому что молодец я доволен на свалки наберусь заходи зайду-зайду так 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 вот так вот разрядить не советую нажимать он куда-то в никуда разряжается и потом зарядить его не получится не ну конечно получится за 9000 усидора и опять пять часов ожидания так подхватываем хабар все двигаем моя задача дойти до свалки быстро четко все и там уже я окончательно за ночую не знаю до скольки я буду спать скорее всего ночью среди ночи вскочу и вот наверное ночью я и полезу туда в x18 принципе мне кажется в этой самой x18 без разницы ночь день абсолютно одинаково так воспользуюсь преимуществом того что у меня три аккумулятора не буду мучиться воткну бенгальский огонь в общем то мне кажется в x18 без разницы день ночь разницы нету они убежал хотел глушитель еще раз опробовать вот а когда выйдем будет как раз рассвет самое то не меня конкретно бояться сейчас это хорошо видно там на болотах нифига не мне не боялись а здесь бояться прости подставился на болит вот это проклятая аномалия блин затроллила меня полностью блин почему же так а почему же не получается дважды сварить причем у меня получалось дважды сварить я вот сейчас начинаю анализировать думать мне кажется 1 может быть в этом причина я варил на свалке помнится там где выход из бара прям сразу возле выхода возле выхода варим и вполне возможно что там было две рядышком расположенные аномалии там всегда натыкано блин как же так промазал то пипец а промазал видеть эпический промах вот скорее всего там рядышком две расположены были аномалии вот и я в одной один артефакт сварил а другие ингредиенты автоматом попали в рядом расположенную аномалию там расстояние это приличное на котором вот это вот автоматический выброс в аномалию работает так он не буду торопиться можно было конечно и успеть а можно было бы схлопотать блин 5 и и Наверное, в этом причина. Больше я вот не знаю, почему так могло произойти. Блин, запрыгивай. Давайте, давайте сюда, поближе. Гады вертки. Такого я не видел. Тормогидон. Елки-палки, не нужна мне радиация. Кстати. Вот так вот можно воткнуть. Жирный какой, а. Чуть-чуть, по-моему, еще осталось, не вылечился я. Здесь вот не определись, что ли это проголодался я немного, то ли я не долечился немного. Ну, пусть побудет. Пусть побудет артефакт. В общем, вот такая вот у меня предварительная теория, что, видимо, там близко было две расположенные аномалии. А так, в зоне нельзя варить два артефакта в одной аномалии. Один сварил, все, привет. Ищи другую аномалию. Блин, обидно, конечно. Кстати, артефакты, да. Да не видел я артефактов. Так, а это что такое? Это непонятное, что-то такое. Карусель, не карусель, воронка, не воронка. Ван, поищем какую-то более конкретную аномалию. Вот как не нужны аномалии. Идешь их, спошь рядом, аж чуть ли не наступаешь у них. Не знаешь, как пройти. Когда вот они понадобились, да? Нифига нету. Какие-то одни трамплины попадаются. И электро, вон. Слышу, шумит электро. Где-то там. Так, не поленюсь, я вот здесь сохранюсь. Не хочу огнемет я пользоваться. Потому что и огнемет для Х-18. Не знаю, что там меня встретит. Но что-то прапор говорил там про полкеров. Точнее, это Меченый почему-то прапору рассказывал про полкеров. То есть, каким-то Макаром Меченый знает, а я нет. А что там в Х-18 полтергейцах? Как так? Вот там кто-то, кто-то воюет. Может, как-то можно им о них пройти, а? Не воюю я с ними. Да вот в чем опасность? То, что там спереди какая-нибудь собачка одинокая встретится, и все сбегутся. Сбегутся вот эти все твари, которых ты тут сзади оставил. Лучше, конечно, вообще полностью всех уничтожать. Или как-то совершенно по стелсу тут пройти. Кто там стрелял? О, артефакт. Вот как тут по стелсу пройдешь, а? Смотрите. Смотрите, сколько сволочей. Погиб стаукер Юрий Ведьмак. Юрий Семецкий. Стой, Медуза. Мне, кстати, нужна какая-нибудь медуза. Да не медуза. Это второго уровня каменный цветок. Офигеть. Нормально. Так, что мне там? Кровотечение? Точно. Так, теперь главное-то не профукать этот артефакт. Тваря. А это псевдо было. Тварь, а. Там ружье есть? Выкусила. Тварь. Еще одно. Коздухи ты. Ой-ой-ой-ой. Там их пипец. Гадюка. Фух. Надо срочником лечиться. Пипец. Чуть не сожрали. Вот ведь, а. Фух. Надо как-то с этим всем разбираться. Еще один артефакт. Фух. 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 Так, так, так. Ну че? Фига тут настреляли-то. Фух. 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 Че мне с броником? Фух. 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 Нужно и поремонтировать, да? Фух. 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 Куда было, по-моему, да? Или сколько? Были. Ведьмака, да? Дружище, ты поди с этим, с ПМчиком ходил, конечно, блин. Зажмулик тебе только так. Оказалось бы, кордон, да? Чё там? Нам, блин, ещё тебя не хватало. Да ёлки-палки, да шушу. Ну, там ещё просто, я ещё один этот артефакт вижу, ёлки-палки. Не, ну надо брать, надо же собирать это всё. Даже не жгётся, смотрите, после выброса. Хорош, кстати. И у меня крово-течение. И у меня крово-течение. Вот здесь где-то мелькало. Или мне показалось, или мелькало. Показалось. Блин. Так отчётливо я видел. Хорошего понемножку, да? И так я снял артефакт второго уровня и кровь камня. Вон, сейчас вот здесь вот сохранимся. Так, на всякий случай пройдём. Да, блин, у меня с этими собаками уже глюки. Крепкая тварь. Уже не заряжается пистолет. Ладно, всё, двигаем. У меня задача просто дойти до свалки. Всё. Ну а как я тут наделся пройти? Тут псевды, да, были. Не пройдёшь тут пока всех не уничтожишь, не пройдёшь. Новенькие, короче, родились, да? Ещё не нажрали. Хвосты не наели. Ну, где ты выйдешь? Куда ты делась? Ха-ха-ха, была такая собака. Зашла за автомобиль и всё. Блин, косой он какой-то. Вушитель какой-то косой, я не знаю. Так, ну теперь ещё вот там вот встретить котов у перехода. Ушататься в ноль. И всё. Да мне это плевать, я всё равно спать буду на свалке. В принципе, чем больше, тем лучше. Мне, в общем-то, тоже не надо так. Это, по-моему, трамплин. Да, это трамплин. Мне тоже не надо, например, там в 12 ночи, да? То есть мне желательно так под утро проснуться. Там чё? Моргало. А это знак, оказывается. Я думал, ещё один артефакт. Всё, всё, расслабься, дружище меченый. Два артефакта снял, хватит. Сколько можно? Сильно хорошо будет. Так, это тоже, по-моему, трамплин. Блин, одни трамплины. Так, ну там собачки. Значит, котов там нету. Вопрос, сколько там собачек? Ну, времен там заряжен. Ну, похоже, что много. Ну-ка. Да, давай. Не знаю, мне и не понравилось. Я вот сниму этот глушитель. Я понимаю, конечно, это белобрысые твари, они крепкие. Ну, я ожидал как-то, что будет получше. Вот они, коты. О, надо же. Вот кто-то мне говорил, что если, типа, не сталкер и не ты, если зажмурил животное, то у него не может быть запчастей мутанских. А вот нет, пожалуйста, смотрите. Видели же. Так, всё заряжено. Всё хорошо. Два патрона осталось. Нормально так. Дошли, самое главное. Так. Надо заканчивать. Артефакты тратить. Я уже давным-давно вылечился. В общем, я не знаю. Мне кордон не понравился. Чё-то там пипец какой-то творится. Давайте, кстати, смо... Ой, там собаки тоже. Мини-свалка тоже не нравится. На дому сталкеров сохранится. Надеюсь, они хотя бы костёр развели. Вот они, вот они, тушканчики. Сейчас позовёт собак. И начнётся бойня. Адтефактов не видать. Я что-то усиленно стараюсь этого трамплина. А чё стараюсь? Ведь в нём ломать мясо можно сварить. Я кровь камня поднял. Поднял. Выверт у меня есть. Все остальные ингредиенты тоже. Парни. Привет всем. У тебя бабки есть? Однако тут народ звереет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, и не психи. Но как посмотришь на кое-кого... Видели, да? Не психи. Так, туя, надеюсь, зажмурили? Зажмурили. Даже хвостик там походу сняли. Стой, подожди, дружище. Стой, у меня для тебя есть ещё копыта. Вот это вот кошачий хвост есть. Вот это есть. Да. Смотри, как здорово. Всё. Не говори. Я бы тоже обиделся. Так-так-так, артефакты, артефакты. Ну так, краем глаза смотрим, ищем. Собачка-собачка. 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 что он тут есть сейчас заберем кто-то медуза или уверт медуза великолепно великолепно медуза мне нужно еще колечку найти я 3 уровня сварю уже все уже время прошло после выброса уже бьется медуза больно трамплин бы еще найти сварю очередной ломать мясо и можно считать день прошел не зря так это воронка еще раз предупредил детектор хороший хороший мне нравится вот он трамплин все никаких проблем здесь мы и сварим ломать мясо чушь такие тормоза то так 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 значит плохо расположена на может и под текстуру попасть но будем надеяться значит выверт кровь камня есть хвост собаки и водяра все понеслась иди сюда да ёлки-палки блин плохой вышел кстати плохой неплохой не буду его использовать сюда убираю не все все валим в принципе что еще еще можно здесь арты поискать на локации и если найти карусель неужели я не найду карусели сварить кристальную колючку и все больше заняться решительно нечем спать и дальше с новыми силами проснувшись двигаем в x18 можно еще броник починить все спокойно собаками сами воюете круто 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 звук вот этот нравится десерт десерт игл стволик ну ты чё вечный так выкладываем пкм выкладываем вот эту прелесть кстати пкм надо провентилировать как его заряжать вообще так 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 тут вроде все путем зачем-то у меня бинт лишний бинт 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 ну я хотел огненный шар сварить уже все 20 раз поменялось так что огненный шар мне не светит вот все это все нужно еще наверное я ружье выложу да я пойду без ружья пойду огнемет автомат и все ну конечно надо патронов вот где-то так 190 патронов блин брал 300 патронов не осталось так как тебе заряжать то я похоже вылечился да где где вот эти патроны то непонятно и как вот я не понимаю как заряжать то вообще непонятно сюда тоже не заряжается а а вот 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 все теперь я понял ну-ка вот теперь это оружие тринадцать килограмм тяжелое только так семьдесят восемь да смотрите совсем ушатали мне броник ща починимся все и вот все снова красота но снова смотрите не на максимум не на максимуме вышел и кстати у меня 78 килограмм все-таки ожидал что поменьше будет вес еще я собирано что-то лишнего вообще ничего лишнего нету ну мы вот это выложим кружи и выложим будет полегче он все последние штрихи зная где тут карусели есть сейчас быстренько сварим кристальную колючку блин молодчина на таком расстоянии ушатал собачку так 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 там все живы да все живы чё пошел сюда что запчасть есть я тебе помогу немножко избавлю тебя от необходимости тащить такую тяжесть вот не знаю как поступить с глушителем использовать его не использовать он очень сильно снижает мощность оружия хотел сказать точность но честно признаться я и и без глушителя тут так кашу что просто пипец так не тут где тут она посмотрим с этим глушителем может быть его имеет смысл применять против каких-нибудь не знаю двуногих двуногих так по тихому чтобы кого-то снимать то есть ты снял кого-то да остальные не согрелись а так смысла нету против животных гораздо важнее чтобы мощное было оружие вот она эта карусель сейчас сварим еще мне там надо бенгальский огонь и медуза так 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 вот эту медузу я возьму она такая более ядреная консерва хвост собаки все ждем и сожрать могут были пока стоишь иди сюда родная кстати может радиацию немножко выводить все валим отсюда сейчас еще раз посмотрим что мы лишнего несем там пистолет у меня этот еще лишний пустына орел или как там его принципе его легче старьевщику понесу поэтому в темную долину я у собой точно не возьму а он кстати тяжеленький мне хочется перевес иметь слушай дружище какой же у тебя пистолет-то ловки я пусть звук у него ух ты блин так а где он а не все я выложил вот пустына рио все кстати сварили артефакты и вот действительно перевес уже нету тем не менее вот 269 кг лишнего я с собой ношу в виде артефактов это уже не так страшно кстати глушитель легкий 150 грамм всего лишь ну что жалко мне конечно от ружья избавляться но убираем убираем 69 килограмм а все таки оно тяжелое да тяжеленькое ружье так патронов можно побольше все я готов полностью готов дела все доделал завещание написал можно можно поспать и двигать да стой 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 дружище у меня смотри что для тебя есть 129 рублей да ты какой то ошалевший новичок у нас я знаю что за 300 вы принимаете да прошли те времена когда за 300 принимали хвостики собак нынче за 200 ладно ложимся на боковую артефакты не забываем снимать елки-палки еще светло еще 9 даже нету ничего себе а я уже не в одном глазу да 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 и че делать че делать сейчас двигать в темную долину в x18 ну и че получается я я приду к x18 еще даже 12 не будет сколько я там в x18 пробуду ну честно говоря не знаю какая то там подземная лаборатория по размеру но она же не больше чем например темная долина так что часа 2-3 я ее там всю исследую и че мне бы желательно выйти из x18 так чтобы вот как раз светать начинало то есть мне часа 3 надо поспать как минимум я так думал ну хотя бы часов 12 двинуть в 12 в час 2 вот так где-то двинуть в темную долину елки-палки а а че у меня водочки нету водочки нету а унычки кстати а деньги 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 есть надо дергануть и еще поспать часа 3-4 а че тут не спится а а водочки то и нету да елки-палки ща у парней поспрашиваю может есть а а а а а а а а как раз парня подтягивается привет братишки стой пустой, да? Колбаса. Не говори, блин. Что-то у меня батарейка вообще уже никакая. Да в любом случае её менять. Так что, похожу сейчас пока с такой батарейкой. Парни, может у вас есть водяра, а? Чуть уже нету. Блин, да не может быть, а? Как вы тут живёте-то без водяры? Так с тобой даже не разговаривают и опять там что-нибудь или по нужде, или сон у тебя. Так, хлеб, да? Ну, хлеб-то всему голова, правильно? Ешьте люди хлеб. Хлеб надо кушать. Так что хлеб мы возьмём. Ну-ка, здесь наверху, может у кого есть водочка. Во-во-во, дружище. Давай-ка сюда. Так, энергетик. Давай. Давай. Ух, нифига. Я у тебя затарился, да? До встречи. Чё, до встречи. Зачем я взял, кстати, энергетик? В принципе, я сейчас на боковую, да и всё. Так, ну, в одиночку-то пить нельзя. Зачем кого-нибудь найдём. Разопьём вместе, да? Стой, дружище. Так, ничего нового не слышал. Вот расскажу. Встретил я на днях крылососа. Ну, дело не новое. К этому всегда готовым нужно быть. Особенно дробовик хороший под рукой держать. А я, как назло, и не готов был. При себе только АК и патронов не так уж много. Я ж почти налегке пошёл. Думал, в нычке у меня патронов навалом. И дробевичок есть. Чё, тяжесть лишнюю тащить зря? Да не дошёл. Слышу, пыхтит кто-то. Я прислушался. Знакомое такое пыхтение, но не видно никого. Только я АК взвёл, а он, сука, сзади набал. Оружие из рук выбил и нарисовался весь такой красивый. Нос к носу я с ним стоял. У меня инстинкт сразу сработал. Ножом по гору. Успел. А промедлил бы пару секунд и хана. Так что пушка пушкой, а нож всегда наготове держи. Ха-ха-ха. Рус. Я с тобой согласен. Ножом нормально, кровососом можно валить. Только АК я вот тоже, не знаю, я твоё мнение не разделяю. Я из АК вот тут недавно на болотах отлично кровососа завалил. А из ружья мучился и мучился. Стой. В Великопорох. Блин, то же самое. Друзья, вы что, не пьёте, что ли? Завязали, что ли, все. Ты, может, пьёшь. Ой, анекдоты, анекдоты. Обознатушки. О, как оно, приятель? Да помаленьку так. Немного тоскли его, правда. Давай для настроения, по чуть-чуть. Но с тебя пузырь, с меня всё остальное. Согласен, держу стаканы. Хороша чертовка. Всё, нутро прожгла. Расскажу чуть поинтересней. Чё-то язык у меня заплетается. Завтра что-нибудь расскажу. Ну, тогда до завтра. Только завтра у меня дела будут. Чё, выжрал ты мою водочку, да? И даже никаким этим не поделился. Хабарком никаким не поделился. Да. Ладно, чё, спим. По новой. 0,39. Так, ну, это уже получше. Я, знаете, что попробую сейчас сделать? Я попробую. У меня там где-то был кошачий глаз препарат. Вот, чтобы маску не грязнить, я его сейчас слопаю. Потому что не хочется мне ПНВ. Так, где он у меня? А так он у меня валяется, валяется. Чё я его? Хорошо, смотрите как. Даже без фонарика можно идти. Ну, чё, парни, всё? Покидало? Кстати, кстати, поесть можно. Ну, я там в тёмной долине. Я вот как раз консерву одну слопую, прям, чтобы наесться так наесться. Блин, надо было вначале ПНВ врубить, да? Посмотреть. Посмотреть, как оно. В сравнении, да? Куда ты идёшь? Сравнить вот кошачий глаз и ПНВ. Честно говоря, ПНВ тоже хорошая штука. И, наверное, сейчас бы тоже неплохо работал с Луной, да? Вместе, на пару. С такой подсветочкой. Ну, блин, вот так, чтобы ярко было, я такого не видал. Прям везде в тени всё видно. Нифига вот так вот. ПНВ, мне кажется, он работает, но... Всё-таки там дальность такая ограниченная. То есть, он как... Типа как фонарик. Ладно, ещё будет возможность. Я думаю, этот кошачий глаз сейчас закончится. Ну, давно хотел сравнить кошачий глаз и ПНВ. Вообще, есть ли смысл этот кошачий глаз покупать, тариться им? Там-то, мне кажется, в лаборатории, там надо в маске ходить. Скорее всего, там внизу всякие газы там противные наверняка скопились. В немеренном количестве. Вот. Ну, а раз маску надел, то что бы ПНВ не включить пролил? Всё равно грязнится маска. Кабанчики спят. Смотрите, он дрыхнет. Ну, надо быстренько тут проходить, меньше. Сейчас проснуться. А воевать я не хочу. Всё, быстро здесь пробежимся. Вот, зараза. Прилетела дрянь, а. Ух ты, ух ты, ух ты, какое плохое место надо валить отсюда. Всё, кончился кошачий глаз. Да. Чё, такое, почему так медленно? А-а-а, ёлки-палки, же аккумулятор даже не поставил. Зараза. Аккумулятор-то не воткнул. Так, 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 здоровье в порядке. Вот, не вижу. По-моему, нормально всё. Фонарик вообще никакущий. Да-а-а, по-моему, это похуже. По-моему, я будет похуже явно, да? Смотрите как. Так, сразу батарейку воткнём. Ну, пока без фонарика пойдём. Поэкономим. Тишина. Ну, мне так и надо. Мне надо тихонько добраться до X18 и всё. И там тоже желательно пройти без всяких эксцессов. Всё там разведать, всё там проведать. Интересно, большая эта лаборатория или нет? Там наверняка может быть ещё и несколько этажей. Скорее всего, она маленькая, вот под этим комплексом. Просто несколько этажей. Вообще, не души. Сколько время? Час девятнадцать. Вообще великолепно. Вот я так и планировал. Часа в четыре, в пять выйдем. Как раз будет светло. Можно будет без ПНВ ходить, без маски. В общем, привет. Так, где тут у вас сохраниться-то можно? Хоть один костёр-то есть у вас. Спасибо. Спасибо, друзья. Во, во. Ага, не сохранишься тут. Жалко. Ну, чё, дружище. Дружище. Так, и как тут? В общем, я, насколько знаю, тут надо аккуратненько проходить, потому что можно помереть. Вот, удариться об эти камни и помереть. Так что, как-нибудь вот так вот проходим. На всякий случай. Ну что, двигаем в Х-18. Только, чтобы серию не затягивать, это будет уже в следующем видео. А сейчас, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в следующей серии в лаборатории Х-18. Всем пока. Скоро папа вернётся. Папа не вернётся. Папа не вернётся. Ай, блин, нет патронов. Блин, все, все, давайте, все на меня. Все, давайте. Все, кто есть. Чё там мелочиться? Ты не возьмёшь ты меня, Гадина. Ай, блин, ну это уже совсем западло, а. Скотина, дождалась пока я аптечку. Я куда-то свой пистолет прощёлкал. О, ахахахах, скетчкин. И чё это было? Да ёпырацетая, сколько вас там? Сдохни, тварь. Ё-оу, кипал. Это же скач какой-то вообще. Чё ты екаешь-то? Тебя испугать, что ли? Ай, как? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...